Всех приветствую, дорогие друзья! С вами снова Донни и добро пожаловать на канал! Сегодня, ребята, у нас новенький ролик по NextRP и играем мы сегодня, как всегда, на серваке сибирский. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребята, также при регистрации, разумеется, вводите промокодик, который даст вам приятные плюшки для старта игры. Нажимаете Escape, магазин и далее в разделе промокод, вводите промокодик Донни, топ, как это делаю я. Потом применить и после этого, ребята, вы получаете классные плюшки для старта игры на серваке сибирский на NextRP. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. Итак, ребята, сегодня я очень бы хотел обзавестись какой-нибудь прикольной новой тачкой. Я очень часто, как вы знаете, открываю кейсы на NextRP и мне как-то в последнее время не очень-то часто везет. Поэтому сегодня я бы хотел как-то прервать свою череду неудач и постараться все же, ребята, выбить какие-нибудь прикольненькие тачки из кейсов. Что мы сегодня вместе с вами и сделаем. Итак, нажимаем Escape, далее заходим в раздел магазин и заходим в магазин кейсов. Итак, смотрите, короче, если вкратце раздел акция, здесь есть тот самый кейс без дублей. То есть, так понимаешь, что это тот самый кейс, который если мы открываем, то нам выпадает что-то. А, смотрите, короче, в чем прикол? Мы открываем кейсик, да? Какая-то штука нам выпадает, а получается мы ее куда-то там клеим. Покупаем еще один такой кейс, открываем. Я так понимаю, то, что здесь у нас, смотрите, то есть у нас здесь получается ставятся галочки там, где мы уже, то, что мы уже открыли. То есть, здесь все равно рано или поздно выпадет либо Jaguar, либо BMW, либо Audi. Это прикольно, конечно, но, ребята, мне пока такое не очень-то надо. То есть, я бы сегодня хотел пооткрывать немного другие кейсики, а именно кейсы по акции. Есть, короче, такие прям мощные, реально мощные кейсы. Вот те самые кейсы эксклюзивные, есть еще элитарные кейсы. В общем, если вкратце, ребят, я сегодня хочу реально пооткрывать кейсы на все деньги, именно вот дорогие, где есть только тачки. Почему, вы спросите? Короче, смотрите, здесь реально есть машины, которые стоит выбить. В кейсе эксклюзивные есть тачки, то есть здесь есть Астон Мартин, есть Бугатти Чента Диечи, если я правильно произнес. Есть, получается, такой вот это какой-то бронированный грузовик, есть Урус. А также есть Гелик 6х6, получается, есть Чарджер и Мерседес. И еще прикольненькие тачки есть также. И еще в этом кейсе у меня осталось 3 кейса до гарантированной награды какой-то легендарной. Это круто. А легендарные это, получается, у нас вот эти, если не ошибаюсь, вроде бы золотые. И также у нас в этом кейсе, в элитарном кейсе у нас, получается, есть Феррари какая-то, есть еще одна Феррари, еще одна Феррари, еще одна Феррари. Ламбо, Тесла. Ух, кстати, прикольно было бы Пурштайкон забрать себе. Ну, ладненько, короче, думаю, давайте мы сейчас что сделаем? Открываем 3 эксклюзивных кейса, да, потому что, как вы понимаете, разумеется, мне их нужно открыть, чтобы выбить легендарную награду хоть какую-нибудь. Поэтому покупаем такой один кейс, да, и, как говорится, а, он сразу открылся, что ли, получается, или что, я не понял, королевский, что это такое? Че это мне выпало, я не понял, стоп. А, это вот эти штуки мне дались, я понял. Короче, открываем такой кейсик один, мне выпадает рейндж-ровер, сразу же, сразу же, то есть даже без просмотра анимации мне выпало, вы понимаете? Это как бы, вроде как, прикольно, но необычно. Проверяем, ребята, получается, да, мне остается всего два кейса, чтобы забрать кейс, чтобы забрать одну легендарную награду. Рейнджак, это, получается, фиолетовая была машина, это, а нет, вру, это не тает, вот не выпало, то есть не СВР мне выпало, а автобиография мне выпало. Это, вроде как, обычная типа награда. Покупаем еще такой же кейс, да, крутим, поехали. Выпадает мне элитная награда. Это сейчас третий Брабос мне выпал, кайф, на самом деле, неплохо. Так, пока мы так вот выбираем, на самом деле, я думаю, сегодня мы до Талова подкрываем именно эти кейсики, поэтому покупаем, идем дальше. Так, открываем, значит, такой кейсик, и выпадает не легендарный Астон Мартин, ребята, вот это я понимаю. Вот такие кейсы и нужно, ребята, открывать, просто вот именно такие кейсы нужно открывать. Потому что все остальное, как бы, ну, мне особо плюс не выдавал. А идем дальше, открываем такой же кейс, поехали. И мне выпадает редкая награда Land Rover SWR, тот самый, о котором я подумал сначала. Неплохо, что по деньгам у нас получается уже. Осталось 7800, пока неплохо, да. И опять-таки идем открывать эти кейсики. Здесь я бы, конечно, бы забрал Bugatti, ребят, просто было бы очень круто. А что в этом у нас кейсе элитарном? Ну, здесь тоже есть прикольные тачки, на самом деле. Ну, вот я бы забрал бы здесь вот все, что красное выше. Но здесь, как бы, вот от фиолетовых особо я не вижу смысл. Хотя здесь есть АМГ прикольное. Давайте такой один купим тоже. И откроем его, поехали. Выпадает мне... А, здесь, кстати говоря, он открывается, как обычный кейс. То есть тот не открывается таким образом. Фера, 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 да нет, ну только не... Да ты что? Да вы, ну что это такое? Ну зачем это вот надо? Вроде так хорошо открывалось, и на тебе. Из-под тишка. Ладно, открываем дальше, поехали. Кейс элитарный мы открываем. Давайте, думаю, что мы их открываем до Талова, потому что они тоже интересные. И здесь только всего, ну только не вот это. Феррари, подожди. Да ёпоро. Три Феррари, гляньте, были золотые. Выпадает мне... Я понял, что мне выпало. Ну неплохая такая тачка, бэха прикольная, но как бы да. Ладненько, открываем дальше. Я думаю, что всё-таки кейс элитарный. Мы уже ребята стали открывать. Я бы, конечно, здесь какую-нибудь Феррари бы выбил, типа вот для Феррари, например. Либо же Турбо-С, да, тоже было бы неплохо. Открываем, поехали, смотрим. Надеемся на классный дроп. Но уже как бы у меня есть Астон Мартин легендарный, тоже неплохо. Для Феррари. Неааа, блин, так было близко, Ля Феррари. Вы что, угораете? Вы что, так же нельзя? Открываем дальше такой же кейсик, поехали. Так, значит, крутим-вертим, крутим-вертим. И выпадает мне, ну видимо, ГЛС, да, мне падает. Слушайте, ну короче, да, кейсы с тачками это прикольно открывать. Потому что здесь как бы, ну, всё с тачками, вообще всё просто, всё сплошные машины. Это очень даже неплохо. Короче, я думаю, либо такой один открыть, да? Либо один вот такой открыть. Мне как бы и то, и то хватает. Ну давайте, ладно, я открою один элитарный. Потому что в будущем мы сможем с вами дойти до легендарной награды. Поэтому открываем такой кейсик, поехали. Надеемся сейчас, что мне выпадет хотя бы красная. Ну понятно, Ягуар, да? То есть здесь, ну видно, что есть машины крутые, но они все вокруг выпадают не Ягуар. Уникальные награды. Ладно, что по тачкам сегодня, в принципе, ребят, мы выбили. По тачкам давайте мы пока лишнее всё уберём. То, что здесь нам не нужно, да? От этого всё пока мы убираем. По машинам сегодня мне выпало. Получается, Брабос мне выпал. Ренджак мне выпал. Астон Мартин мне выпал. Ещё один ренджак. М1 не буду пока активировать. Ешка 63, Джейл мне выпал. Ну короче, прикольно. Есть машинки, да, реально. Поэтому давайте мы сейчас что сделаем? По деньгам, конечно, я в плюс не вышел. Но давайте я кое-что сейчас сделаю. Давайте я заспавню сейчас Ешку. По идее, это же она. А, нет, у меня, ребята, две Ешки. Это вот одна такая гляньте какая прикольная. Да, вообще очень классно смотрится. И ещё одна, которая сейчас не выпала новая. Нужно, ребят, найти её. Тачку очень много. Вот, по идее, она. Да, стоковая полностью Ешка. Я хочу прокачать её, ребята, сейчас по максимуму. Постараться как-то. Так, это нам пока не надо. Поехали до прокачки. Посмотрим. Возможно, получится какие-нибудь прикольные детали поставить ей на скорость. Там чипы разные и прочее остальное. Но слушайте, такая прикольненькая Ешка на самом деле. АМГ. Прям настоящая. И Ешка 63 прикольная машина. Кстати, в комментариях, ребят, напишите. А что вам нравится больше, Мерседеса, либо же БМВ? Вот в комментариях просто напишите. Было бы интересно узнать. А пока, ребята, я уже подъехал до прокачки. И сейчас посмотрим, что мы сможем поставить этой Ешке. Какие детали сможем поставить. Смотрим внутрянку. Так, это пока мы закрываем. У нас тут есть, в принципе, на класс R, да? У нас уже есть какие-то детали типа крутые более-менее. То есть мы можем поставить сразу же подвеску. Можем поставить трансмиссию. Можем поставить тормоза сразу же, да? Можем поставить шины неплохие. Что еще? А, ну как бы все. Потому что у меня нет ни движка, ни турбо, ни чиповки. Давайте мы купим в таком случае... А, стоит-то недорого. Давайте мы класс, получается, R, да? То есть читание скорости управления. Купим таких кейсов 8 штук и откроем их. Быстренько открываем. Надеюсь, на... Чиповка есть пятерка супер. Еще бы, конечно, бы движок хотя бы неплохо. Хотя бы четверочка есть неплохо. Еще один. Давайте мы купим в таком случае еще хотя бы 5. Конечно, по деньгам жестко, ребята, я трачусь. Подвеска пятерка, ну, уже есть у нас. Шины это хорошо, пятерка есть. Трансмиссия пятерка, ну, есть тоже, да? И тормоза, я понял. Так, ладно, в таком случае мы ставим, получается, чиповку пятерку. Движок ставим четверку. И только, ребята, не хватает мне турбо, да? Ну, давайте поставим пока тройку. Неплохо, вот таким вот образом. Все, отлично. Мы сохраняем детали все. То, что мы поставили, мы сохраняем, выезжаем. Ну, что, давайте посмотрим, что получилось у нас в плане нашей Ешки. Такая чисто фаст-прокачка, да? То есть мы сделали сочетание управления и ускорение. Давайте мы разгонимся, посмотрим. О, поехали. ДПС. Достоевский. У нас такая доставка в Питере есть пицца. Поехал. Достоевский. Ладно, короче, пока летим. 385 максималка. Ну, на этом чипе с теми деталями поехала Ешка. Ну, это неплохо, я считаю, тем не менее, да? То есть, на самом деле. Ну, и по тачкам сегодня, ребята, я, конечно, неплохо так-то поднялся. Но вопрос только в том, сколько стоит на продажу, ребята, Астон Мартин. Вот просто ради интереса. Давайте посмотрим, сколько стоит на продажу Астон Мартин. Потому что по деньгам, конечно, я потратил, получается, 15 мультов. Да? Вопрос, за сколько я могу продать Астон Мартин тот самый? А где он у меня? Где он? Вот он у меня за 7. Ну, как бы, 11 Мартин, в принципе, отбивает половину, да, даже чуть больше половины сегодняшних потраченных денег. А вместе с Брабосом это даже уже больше 10 мультов. Ну, в принципе, да, ребят, по деньгам я сегодня в плюс-то ушел. Да, 100 пудов. Потому что, если так сложить, 15 мультов, да, я потратил. А по деньгам это уже десятка, это уже двенашка, это уже пятнашка. Да, то есть я в плюс ушел, ребят, буквально на миллиона, может быть, четыре. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и играть вместе со мной. Ссылочка на скачивание NextRP находится в описании к этому ролику. Всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok